Добрый день. Старова. Так ли вы воспринимаете эту игру? Отчасти это так. И это так потому, что Коммунистической партии сегодня в России не удалось до сих пор избавиться от того, что делает её чрезмерно радикальной. Коммунистическая партия сегодня настаивает на пересмотре итогов приватизации целиком и полностью. Коммунистическая партия настаивает на пересмотре прав собственника, по существу предлагает национализацию и конфискацию значительной части имущества. В этом смысле и в этом контексте, конечно, соревнование идёт между этими двумя подходами. Я, наоборот, считаю, что всякого рода манипуляции подобного свойства губительны для моей страны. И самыми лучшими, как у нас говорят, пожеланиями вымощен от дорога в ад, мне кажется, что ничего хорошего из национализации, конфискации экономика страны и политической сферы страны не получат. Мы получим только новый виток противостояния, разрушения и в политической, и в экономической сфере. Каково, по-вашему, наиболее важное личное качество, которое необходимо для российского президента? Я думаю, что это важно для любого политического деятеля, а для России тем более. У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами. Поэтому, мне кажется, что основным качеством должна быть искренность и настойчивость в достижении тех целей, которые публично провозглашены. Одна из вещей, которую Вы постоянно подчеркиваете, заключается в укреплении обороны вооруженных сил, для того, чтобы иметь возможность отразить внешнюю агрессию. Считаете ли Вы, что это действительно Ваш приятел укрепления вооруженных сил? Мне кажется, что такая трактовка моей позиции является извращенным представлением о том, что я в действительности говорю. Я всегда говорил и продолжаю утверждать, что российское государство должно быть сильным. Но это подразумевает не укрепление обороноспособности страны, что является только одной из составных частей сильного государства. Если хотите, то можно сказать иначе. Я полагаю, что государство должно быть эффективным. Вот, может быть, это будет более точным и более понятным термином для западного зрителя и слушателя. Дело в том, что за годы реформ, за годы попыток преобразования экономики, социальной и политической сферы очень многое в нашей стране было разбалансировано. Как я уже сказал, одной из главных проблем является расхождение между теми ценностями, которые показываются в стране и тем результатом, которого мы добиваемся. В значительной степени это связано с тем, что органы власти и управления находятся в состоянии, при котором они не справляются с функциями, которые должны выполнять. Вот, всё это вместе, если будет приведено в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, позволит полагать, что государство будет усиливать свою основную функцию. Арбитра в том, чтобы все правила, которые государство предъявляет обществу в виде законов, исполнялись. И исполнялись единообразно в отношении всех членов общества. Если мы добьёмся такого состояния, тогда мы будем считать, что государство окрепло. Но, разумеется, без силовой составляющей, без правоохранительных органов и вооружённых сил это тоже невозможно. Но хочу подчеркнуть, что упор, сделанный исключительно в сторону силовой составляющей, неправильный и абсолютным приоритетом в развитии России не является. Мы, словами, сигнал, который вы посылаете, совершенно ясен. Сила, о которой вы говорите, ничего не имеет общего с возвращением к холодной войне. Это внутренний изглав России. И отношение... Знаете, я не ставлю своей задачей и не намерен посылать какие-либо сигналы, кому бы то ни было. Я просто объясняю свою позицию. Позиция заключается в том, что наша страна должна быть сильным, мощным государством, дееспособным государством, эффективным. Должно быть государством, в котором и граждане Российской Федерации, и все те, кто хотят работать, сотрудничать с Россией, либо жить здесь, чувствовали себя комфортно, чувствовали бы себя защищёнными, чувствовали бы себя, если хотите, на простом языке в своей тарелке, всегда. Чувствовали бы себя все психологически и морально, и экономически комфортно. Но это совсем не значит, ничего общего не имеет с агрессивностью. Если мы будем снова и снова возвращаться к терминологии холодной войны, то мы никогда не забудем про саму суть тех проблем, которые переживало человечество 15-20 лет тому назад. И мы-то в России в значительной степени уже давно избавились от того, что связано с холодной войной. У меня складывается впечатление, что, к сожалению, наши партнёры на Западе всё ещё часто очень остаются в плену прежних представлений и рассматривают Россию как потенциального агрессора. Это абсолютно неправильная картина о нашей стране, неверная. Она мешает развитию нормальных отношений в Европе, да и в мире в целом. И, глядя на сегодняшние результаты опроса вашего дня, видно, что вы ведёте 60% на меня в данном порядке. А, вот, в 23%, наверное, это веселяет вас чувство. Мы с вами вне рамок этого интервью. В начале беседы говорили о спорте. И вы знаете, что я с детства занимаюсь спортом, люблю спорт. Вот нас всегда учили, что к любому партнёру, противнику нужно относиться с уважением. Это значит, что всегда нужно исходить из того, что он где-то в чём-то сильнее тебя, где-то может тебя обыграть. Поэтому я не склонен полагать, что дело сделано, и, как у нас говорят, дело в шляпе. То есть, компания закончена, и не считаю, что я имею право чувствовать себя победителем. За Геннадию Андреевичем Зюгановым и вообще за Коммунистической партией достаточно широкая социальная база поддержки. Ведь хочу обратить ваше внимание на то, что, не пользуясь никакой поддержкой в средствах массовой информации, особенно в электронных средствах массовой информации, Коммунистическая партия имеет устойчивый электорат. За него проголосовало на выборах в Думу свыше 6 миллионов человек. Это ведь что-то значит и должно заставить нас задуматься о том, почему это происходит. Недостаточно сказать только, что это протестный электорат, который недоволен своей жизнью, и много других объяснений этому феномену. Но нужно провести анализ того, что происходит. Нужно понять, чем недовольны люди. Нужно не просто играть в эту предвыборную кампанию, как на футболе. Мы пришли сюда не для того, чтобы забить гол в ворота друг к другу. Нужно понять, что эта предвыборная кампания, так же, как и всякая другая, целью своей должна стоять выявить проблемы общества, проанализировать их, оценить и дать соответствующую адекватную оценку и ответ ожиданиям подавляющего большинства населения. Когда я буду чувствовать и буду понимать, что такие пути решения проблем найдены, тогда я буду чувствовать себя действительно победителем. А так просто посчитать проценты и получить удовлетворение, считаю неправильным. Вы упоминали два вида спорта. В вторую очередь Вы сказали о голе. А какие другие вида спорта Вас привлекают? И чем Вы еще занимаетесь для поддержания Вашей физической формы? Я очень люблю горные лыжи, а вообще занимаюсь по утрам физкультурой, плаванием почти ежедневно, практически ежедневно. И дзюдо? Дзюдо довольно редко, к сожалению. Это требует особых условий, требует партнера. Но время от времени я позволяю себе позаниматься дзюдо со своими друзьями, с которыми я занимался еще в детстве, в юношестве, которые до сих пор продолжают оставаться в спорте. Либо в качестве спортсменов, либо в качестве тренеров. Господин исполнитель, позвольте сейчас перейти к другой теме. Я поговорить немного о члене. Вы говорили о том, что это действительно средоточие криминалитета, укрепленная крепость. Скажите, что больше всего вызывает сильные негативные чувства по отношению к Чечне? Что больше всего у вас злит? У меня вообще нет никаких негативных чувств по отношению к Чечне. Меня вообще ничего не злит и совершенно ничего не раздражает, когда я думаю о Чечне. Когда я думаю о Чечне, я думаю прежде всего о том, что чеченский народ стал жертвой международного экстремизма. И думаю о том, что простые люди в Чечне страдают от той политики, которая проводилась в России в последние годы. Ведь хочу обратить ваше внимание на то, что Чечне была предоставлена де-факто, я хочу это подчеркнуть, де-факто, полная государственная самостоятельность с 1996 года. На территории Чеченской Республики были целиком и полностью демонтированы все, абсолютно все органы власти и управления России. Не было ни вооруженных сил, ни полиции, ни судов, ни прокуратуры, не было местных органов власти и управления. Ни одного федерального органа власти и управления, ни одного полицейского и ни одного солдата России на территории Чечни не осталось. Чечня была целиком и полностью предоставлена себе. По своим собственным законам был избран президент. Избрание проходило по законам, которые не соответствовали Конституции России. К сожалению, никакого внятного государственного образования на территории Чечни не получилось. Этим вакуумом воспользовались экстремистские силы, которые разбили территорию Чеченской Республики на отдельные маленькие образования. Во главе каждого образования, вне всякой Конституции, вне всяких законов, стал лидер, так называемый полевой командир. Получилось что-то вроде мини-Афганистана. И вот они и были реальными властителями судеб этой небольшой территории, этого небольшого и гордого, конечно, народа. И дальше началось то, что привело к той трагедии, с которой мы столкнулись сегодня. Началось освоение этой территории вот этими экстремистскими силами. Началась подпитка из-за рубежа оружием, деньгами, наёмниками. А за этим, кстати сказать, за все эти годы территория Чеченской Республики покинула 220 тысяч русских. Представьте себе только эту цифру. И 500, 500, 600 примерно тысяч чеченцев. Они все проголосовали ногами, они все бежали от этого режима. Потому что все эти годы там не работали школы, там не работали больницы, поликлиники. Людям не платили заработную плату и пенсии. Несмотря на то, что Россия перечисляла все эти средства в Чечню для социальных выплат. Все было украдено. Абсолютно все. Люди не могли жить в таких условиях. И вот это голосование ногами, массовый исход мирных жителей, вне всяких боевых действий, продолжался три года. Я уже не говорю буквально о геноции русскоязычного населения, о массовых расстрелах и истреблениях, о расстрелах на площадях, об убийствах и захвате заложников. Похищение людей, наркотики и фальшивое манечество приобрело массовый характер. Абсолютно массовый характер. Дело дошло до того, что наши граждане из прилегающих к Чечне регионов начали бросать свои жилища и уезжать в другие регионы Российской Федерации. Но, как вы знаете, этим же не закончилось. Все это, я бы сказал, безответственное отношение всех органов и ветвей власти в России к тому, что происходило в этом регионе нашей страны, привело к тому, что бандиты обнаглели окончательно, им стало недостаточно той территории, на которой они находились, и они перешли к более решительным и более агрессивным действиям летом прошлого года, как вы знаете. А если вы не знаете, часто я сталкиваюсь с тем, что западный читатель и зритель не знают этого часто. Я бы хотел, чтобы это обязательно прозвучало в эфире. Летом прошлого года было совершено не спровоцированное никем и ничем нападение на республику Дагестан, на соседнюю с Чечнёй республику Дагестан. Это крупномасштабное вторжение, было осуществлено большой группой лиц, несколько тысяч человек с тяжёлым вооружением. Они пришли на территорию республики Дагестан, тоже, кстати, мусульманской республики, и прямо провозгласили цели, с которыми они пришли. Они пришли на территорию Дагестана не для того, чтобы отстаивать независимость Чеченской республики. Они прямо сказали, что они пришли в Дагестан для того, чтобы отторгнуть от Российской Федерации дополнительные территории и образовать новое огромное государство от Чёрного до Каспийского моря. По сути своей, это прямая агрессия, а после того, как их многократно с территории Дагестана выбили, прежде всего, выбили благодаря прямому участию в боевых действиях местного населения, которое с оружием в руках начало защищать свои дома, бандиты совершили нападение на жилые дома в Москве, Волгодонске, других крупных регионах и городах Российской Федерации. И как бы в знак возмездия взорвали и уничтожили почти 1500 мирных жителей. Разумеется, для нас с этого момента стало понятно, ясно и очевидно. Если мы не нанесем удар по самому гнезду терроризма, по их базам, которые расположились на территории Чеченской Республики, мы никогда не избавимся от этой заразы и от этой гангрены. Своими действиями террористы вынудили нас к такого рода развороту событий. И я думаю, что просто они не ожидали наших решительных действий. Разумеется, что в ходе этих операций страдало мирное население. И когда я думаю о Чечне, я сейчас возвращаюсь к началу вашего вопроса, то я думаю, прежде всего, о том, что наша обязанность, святая обязанность – обезопасить наших граждан от угрозы терроризма, где бы они ни приживали, на территории Чеченской Республики, либо вне ее пределов. Все это наши граждане, мы обязаны о них позаботиться, и мы сделаем это. Субтитры создавал DimaTorzok Как Вы думаете, действительно ли российские войска были замешаны в совершении таких акций? Имеется ли на расчет какие-либо свидетельства? Я бы дал, если Вы позволите, несколько более расширенный ответ. И продолжил бы практически ответ на предыдущий Ваш вопрос. Когда советские войска вместе с нашими союзниками во Второй мировой войне, с британцами, с американцами, с другими европейцами освобождали города Германии от нацизма, то мирное население страдало. Сегодня немецкий народ вместе со всем цивилизованным миром отмечает 8 мая как день победы над нацизмом и над фашизмом, как свой собственный день победы. В конечном итоге все поняли, что эти страдания были направлены на то, чтобы освободить сам немецкий народ. Вот террористы, которые захватывают сотнями ни в чем не повинных людей, содержат их в подвалах, пытают и предают казни, хочу подчеркнуть, ни в чем не повинных людей, не по политическим соображениям, а с целью получения выкупа исключительно по криминальным мотивам. И, насколько мне известно, граждане Вашей страны тоже страдали от этого бандитизма. Вот бандиты такого рода, чем они лучше, чем нацистские преступники? Мы освобождаем чеченский народ от этой заразы и исходим из того, что мы обязаны это сделать в интересах самого чеченского народа и других народов Российской Федерации. Мы постоянно подчеркивали и подчеркиваем, все наши действия направлены на то, чтобы минимизировать эти потери. На самом деле никаких крупных потерь среди мирного населения не было и нет. Мы знаем, что одна из форм борьбы – это информационная борьба. Те кадры, о которых Вы упомянули, кадры, опубликованные, предъявленные международной общественности немецким телевидением, сегодня опровергаются нашими журналистами. Как Вы знаете, одна из ведущих нашей газеты «Известия» опубликовала информацию действительного автора этих снимков, который обвинил своего немецкого коллегу в фальсификации. Спор просто говоря, немецкий журналист просто купил у нашего журналиста эту пленку, и на ней изображен факт захоронения погибших в ходе боевых действий боевиков. Это всё было преподнесено международной общественности как доказательство пыток и расстрела пленных. Ничего общего с действительностью не имеет. Абсолютно уверен в том, что ничего общего с действительностью не имеют и другие так называемые «факты», в кавычках, вбрасываемые на самом деле нашими противниками из числа так называемых международных террористов. У них хорошо отлаженная система связи, информации и распространение этой информации через своих пособников в некоторых кругах на Востоке, которые используют имеющиеся в их распоряжении и нефтедоллары, и каналы информационного обеспечения, и финансовые структуры. Давно уже и успешно функционирующие во многих странах Западной Европы и Северной Америки. Это не более чем как линия борьбы и противостояния. Повторяю, ничего не имеющего общего с действительностью – полная ложь и фальсификация. Да и у нас нет никакой необходимости воевать в мирном населении. Ведь хорошо известно, что наши войска занимают крупнейшие населённые пункты Чечни с помощью чеченского народа, с прямой поддержкой чеченского народа, без одного выстрела. Какой смысл нам вести какие-то действия в отношении мирного населения? Мы рассчитываем на их поддержку и получаем поддержку мирного населения. Зачем же нам восстанавливать против всем мирное население? Да, вот тот журналист, который говорит о том, что его распоряжение имеется в виду какому-то корреспонденту. Вы знаете, мы, я думаю, что мы дойдём с вами и до политических проблем. Должен сразу свою позицию определить по отношению к прессе. Без свободной прессы в условиях демократического общества нет никакой обратной связи между институтами власти и народом. В этой связи могу сказать, что это очень важно для власти. Важно сохранять этот институт. И я сейчас хочу, чтобы вы поверили в мою искренность. И она, на мой взгляд, будет сейчас очевидной. Мы, я лично, рассматриваем чеченский народ как один из народов России. Мы хотим оказать помощь чеченскому народу и способствовать тому, чтобы на земле Чечни наконец наступил мир. Без сотрудничества с самими чеченцами это абсолютно невозможно. Поэтому, если есть факты жестокости, нарушения закона по отношению к местным мирным гражданам, то это идёт вразрез с теми целями, которые ставит перед собой политическое руководство России и я лично. Если такие факты вскрываются, разумеется, если есть люди, которые нарушают закон, они скрывают это. Но если есть инструмент, который помогает вскрыть эти факты, то эти люди работают на достижение тех целей, которые я сам лично перед собой ставлю. И, разумеется, эти факты будут расследоваться. Более того, военная прокуратура активно работает на Северном Кавказе. И любое нарушение закона сразу попадает в поле зрения военной прокуратуры. Если мы имеем дело с представителями прессы, которые дают достоверную информацию, мы будем за это только благодарить и будем всячески способствовать тому, чтобы они чувствовали себя, исполняя свои служебные обязанности, в безопасности и комфортно. Когда закончится эта война, планируете ли вы восстановить Грозный, где боятся, что вы хотите изменить? Или же вы ошибаетесь в качестве магнитного? Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы восстановить и Грозный, и другие населённые пункты. Хотя, я должен вам сказать, что другие населённые пункты не пострадали так, как Грозный. Вообще, серьёзных нарушений, кроме как в Грозном, на самом деле больших разрушений в Чечне нет. Нет. Гораздо большее нарушение мелких и средних населённых пунктов как раз в Дагестане, в республике, на которую было совершено нападение. Мы не думаем, что нужно делать какой-то памятник этой войне в виде невосстановленного Грозного. Наоборот, насколько мне известно, местные жители хотят восстановления, и мы будем всё делать для того, чтобы город был восстановлен. А когда, по Вашему мнению, забывали? Вот буквально вчера вечером в одном из горных районов, где были ещё сосредоточены достаточно крупные бандформирования, нашим вооружённым силам удалось нанести несколько очень мощных ударов. Мне кажется, что организованное сопротивление с этого момента практически уже невозможно. Хотя практика в ближайшее время покажет нам, насколько я прав в том, что я сейчас сказал. Вообще, должен вам подчеркнуть, что этих бы вооружённых действий вообще не было, если бы не было, как я уже об этом сказал вам в середине нашей беседы, не было бы нападения на соседнюю республику Дагестан. Ведь люди, которые пришли в Дагестан, они пришли не под лозунгом независимости Чечни, они пришли за другими землями, и пришли за другим народом, который их туда не звал, пришли с разрушениями и с убийствами. Поэтому наша основная задача – это не решение проблем независимости Чечни в ходе военных действий. Наша основная задача – разбить те международные банды, которые были созданы с помощью радикальных сил, базирующихся сегодня в Афганистане и вообще в этом регионе мира, и предоставить чеченскому народу и другим народам, которые проживают вместе с ним и рядом с ним, самостоятельно в ходе политических инструментов решать будущее своей республики. Я думаю, что в самое ближайшее время военная фаза операции будет закончена. Потребуется какое-то время на то, чтобы восстановить социальную сферу школы, больницы, учреждения для стариков, восстановить снабжение, восстановить элементарные органы управления на местах, муниципальные органы управления. Это потребует какое-то время, но это уже не будет связано с какими-то боевыми действиями, с применением вооруженных сил. Да, мы исходим из того, что правоохранительные органы, специальные органы, контрразведка будут там активно работать по поиску и главарей бандформирования, и активных участников, тех, которые не сложили оружие. Хочу обратить ваше внимание на то, что по моей собственной инициативе парламент принял уже однажды закон об амнистии, а сейчас продлил действие закона об амнистии. То есть мы предоставляем возможность всем, кто готов сложить оружие и перейти к политическим процедурам решения проблем, предоставляем им возможность это сделать. Так вот, после того, как будут закончены боевые действия, а мне кажется, что это уже не за горами, мы проведем определенное время, потратим определенное время на восстановление социальной сферы и элементарных органов управления, а следующий этап будет использование политических средств для решения принципиальных вопросов будущего Чеченской республики. На самом деле, современная цивилизованная мысль предоставляет нам массу вариантов решения этой проблемы. Я имею в виду проблему будущего Чечни. У нас нет цели, мы не ставим перед собой задачу загнать народ в угол, в пещеру. Больше того, мы полагаем, что было бы неверно создавать и у чеченского народа синдром побежденного. Это люди должны понимать, что они не побежденный народ, а освобожденный народ, освобожденный от давления извне. И мне кажется, что используя и опираясь на определенные силы в самой Чеченской республике, мы такую задачу вполне можем не только поставить, но и добиться ее решения. А как вы думаете, наверное, было бы неплохо, вы сами уже упомянули вопрос о свободной информации, если бы большему количеству этого момента было предоставлено возможностей, и увидел в свои глаза именно то, о чем вы говорите? Конечно, согласен. Но именно в этом направлении мы и действуем. У нас значительно упрощен порядок работы и аккредитации иностранных журналистов в Чеченской республике, вообще на Кавказе. Мы с вами уже говорили о том, что представители власти заинтересованы в получении объективной информации о происходящих событиях. Не только общественность, но и мы сами заинтересованы в получении объективной информации. Это инструмент, которым и мы должны воспользоваться. Единственное, что нас здесь беспокоит, это вопросы безопасности. Как вы знаете, к сожалению, в силу того, той ситуации, которая сложилась в Чеченской республике, в силу того, что там с самого начала практически не было единое началие, не было никаких внятных правил поведения, на которые можно было бы ориентироваться, не было никаких гарантий соблюдения этих прав, к сожалению, мы имели потери, в том числе и в журналистском корпусе. Были и убиты, и пропавшие без вести. До сих пор в качестве заложников содержится свыше 250 человек, среди них много иностранных граждан, в том числе и представители прессы. Поэтому это тот фактор, который мы не имеем права не учитывать. И именно этими обстоятельствами объясняются определенные правила, которые мы вынуждены там вводить. Иначе, извините, нас тоже никто не поймет, если мы бездумно туда, взяв на себя обязательство обеспечить безопасность, не сделаем этого. Но мне кажется, это цивилизованный способ общения, в том числе и с представителями прессы. Ничего нового мы здесь не придумали. И важно только понять и сделать эти правила доступными, прозрачными и приемлемыми. Вы сказали, господин Харистаня, что военная операция в скором времени дегенерирована. Вопрос в месяц. Как Вы думаете, сколько времени понадобится для политического университета и решения этой ситуации? Мне кажется, что какое-то время, несколько месяцев понадобится на восстановление социальной сферы. После этого мы, конечно, я уже говорил, будем переходить к политическим процедурам, будем привлекать широкие круги общественности в Чеченской и в самой Чечне, и в других регионах Российской Федерации. Очень много чеченцев проживает в других регионах России, в Москве, в крупных городах. Они в сельской местности, и они тоже имеют право принять участие в этих процессах. Но мне кажется, это займет несколько месяцев. На первом этапе, я полагаю, что сам факт участия населения Чеченской Республики в выборах президента Российской Федерации, избрания от Чеченской Республики депутатов в Государственную Думу – это уже начало этих процедур. К этому мы перейдем в самое ближайшее время. — Скажите, если нужно, несколько слов о Вашем видении НАТО. Рассматриваете ли НАТО в качестве потенциального противника, сопернича или врага? Или потенциального противника? — Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Мне кажется, что сам факт постановки вопроса подобным образом не только ничего хорошего не принесет ни для остального мира, ни для России, но сам факт постановки вопроса уже сам по себе наносит определенный ущерб. — Россия хочет равноправных, доверительных отношений со своими партнерами. Проблема для нас заключается в том, что происходит попытка подмены выработанных ранее инструментов принятия решения в мире, главным образом в вопросах обеспечения международной безопасности. А эти инструменты, как мы знаем, находятся в распоряжении Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. Нам показалось, что происходит подмена этих инструментов другими механизмами. Может быть, это и целесообразно, но только в том случае, если Россия будет иметь возможность принимать участие в выработке этих решений. Ситуация, при которой решения принимаются в одном месте, а распространяются или затрагивают наши интересы без нашего участия, решения принимаются без нашего участия, а затрагивают наши интересы, такое положение, конечно, вряд ли сможет удовлетворить не только Россию, но и Великобританию, и другие европейские страны. Я думаю, что разговаривать с Россией в таком режиме малоперспективное занятие, оно вредное для международного сообщества, для Европы, для НАТО и для России. Мы стремимся к равноправному сотрудничеству, к партнерству. Мы полагаем, что речь может идти до более высоких степеней интеграции с НАТО. Только в том случае, повторяю, если Россия будет равноправным партнером. Мы, вы знаете, постоянно высказываем свое отрицательное отношение к расширению НАТО на восток. Но ведь, в конце концов, Россия, как вы думаете, Россия, наверное, могла бы действительно... Думаете ли вы, что Россия могла бы действительно присниться к НАТО в качестве полноравновения? Почему нет? Я не исключаю такой возможности. Повторяю, в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером. Я хочу это подчеркнуть особо. Та ситуация, которая была зафиксирована в основополагающих принципах Организации Объединенных Наций, она зафиксировала положение в мире на момент окончания Второй мировой войны. Допустим, что ситуация изменилась. Допустим, что есть желание у тех людей, которые видят изменившуюся ситуацию, изменить и инструменты обеспечения международного мира и безопасности. Но сделать вид или исходить из того, что Россия здесь ни при чём, и исключить его из этого процесса вряд ли возможно. Здесь возможны только какие варианты? Устранение полностью, устранение России из международной арены. Не знаю, возможно ли это сегодня. Мне кажется, что это абсолютно нереально. А если это так, то тогда все мы должны подходить к этим проблемам серьёзно. И ни у кого не должно быть иллюзий, что у кого-то есть такие преимущества, которые этот кто-то может использовать во вред своим партнёрам. Нас настораживает вот этот подход. И когда мы говорим о своём несогласии с расширением НАТО на Восток, мы имеем в виду не свои особые амбиции в отношении каких-то регионов мира. Кстати сказать, мы никогда, никакой регион мира не объявляли зоной своих национальных интересов. Я вот лично предпочитаю говорить о стратегическом партнёрстве. Зона стратегических интересов какого-то конкретного региона – это прежде всего интересы тех людей, которые живут в этом регионе. Так вот, когда мы возражаем против расширения НАТО на Восток, мы не говорим о том, что у нас там какие-то особые интересы. Мы думаем прежде всего о том месте в мире, которые занимает сегодня и будет занимать завтра наша собственная страна. Если нас пытаются исключить из процесса принятия решения, вот это вызывает опасения и раздражение с нашей стороны. Но это не значит, что мы готовы захлопнуть дверь и замкнуться, заниматься изоляционизмом. Конечно, нет. Мы предлагаем партнёрство во всех направлениях совместной деятельности, в том числе и в вопросах безопасности. Кто, по Вашему мнению, на деле в этой стране, в настоящей давине является ближайшим союзником России? Я уже сказал о том, что Россия – это страна европейской культуры. Поэтому нам бы очень хотелось считать, что страны, близкие к нам и географически, и ментально-культурно, являются нашими серьёзными партнёрами, что они сами рассчитывают и рассматривают Россию как своего стратегического партнёра. Но Россия – это и не только европейская, это и азиатская страна, это и евроазиатская страна. У нас огромные границы с другими соседями, с не менее могущественными державами на Востоке. Поэтому мы до сих пор проводили и дальше будем проводить сбалансированную внешнюю политику и не меньшее внимание уделять нашим партнёрам не только в Европе, но и в других регионах мира. На наш взгляд, такой подход к позиции, такой подход России к определению своих партнёрских отношений – достаточная гарантия стабильности в мире в целом. И мы будем придерживаться именно такой тактики и стратегии развития наших международных отношений на ближайшую перспективу. Но вообще-то у нас есть шутка, что самыми главными союзниками России являются армия и военно-морской флот. Но это шутка. Если вам повезло, что его одержка победа на выборах, ваш первый иностранный бизнес состоится в Китае? Китай – это один из наших основных партнёров. и мы будем без всяких сомнений развивать добрососедские отношения по всем направлениям деятельности. У нас огромная общая граница, у нас много общих интересов, у нас неплохие экономические связи. Но что касается первого визита, то я бы не придавал ему самому факту первого визита, который особого демонического значения. Это будет зависеть от складывающейся текущей обстановки и от тех конкретных задач, которые возникают ежедневно, ежеминутно. Но, конечно, это будет зависеть и от уровня отношений России с отдельными государствами мира. Но это решение, конечно, будет принято. Вы, как звёзд, работали какое-то время в СФА и Ермонии. Приходится вам бывать или работать на Аликанде или в СМИ? Я был в Соединённых Штатах два раза, но очень непродолжительное время. Это были деловые поездки. И пару раз был в Великобритании по приглашению Министерства иностранных дел вместе с бывшим мэром Петербурга, господином Собчаком. Мы были в Эдинбурге, в Лондоне, в Манчестере. А Манчестер – это город по братьям Петербурга. Поэтому у нас между городами традиционно были неплохие отношения всегда. Ну, вот то, что вы сказали, довольно интересно, потому что наши зрители всегда интересуются в Тайне. Значит, у вас есть опыт общины с американцами, с американцами, это очень интересно. Теперь, с вашего позволения, по другому вопросу. Я хочу, как сообщают, организованная преступность не широкое распространение в России, а контролирует 14% экономики. Во-первых, чтобы закончить с предыдущим вопросом, я хочу сказать, что на этом не ограничиваются все мои контакты с представителями западных стран. Как вы знаете, в Петербурге я возглавлял комитет по внешним связям, и вторая моя поездка в Великобританию была связана с ежегодной сессией Европейского банка реконструкции и развития, куда я был приглашен, потому что в предыдущий год организовывал сессию банка в Петербурге. И вообще у города, где я работал в течение 7 лет, очень много контактов с иностранными государствами, с своими партнерами и в политической сфере, и в экономической. Но если вернуться к тому, что вас сейчас интересует по поводу криминального освоения экономики, я бы хотел сказать вот что. Мы с вами говорили о Чечне, и никто не будет оспаривать положение, согласно которому Чеченская республика действительно превратилась в один из анклавов преступности. И наркотики, и похищение людей, и фальшивоманечество, и так далее, и так далее. Но это не самое главное. Самое главное и самое опасное для России заключалось в том, что она превратилась в неподконтрольный никому преступный анклав. Оттуда могли приехать киллеры в любую точку России, ведь границ не было, совершить любое преступление и скрыться на территории Чечни, имея в виду, что они становятся полностью неподконтрольными федеральным властям. А местные органы власти на них никакого внимания не обращали, в силу того, что их там просто не существовало. И потом ведь началось криминальное освоение всей экономики России вот такими террористическими методами. Спросите, пожалуйста, у любого более или менее известного предпринимателя. Вот сам факт наличия такой неподконтрольный никому, разлагающий всех и вся территорий, был огромным дестабилизирующим экономику фактором, влияющим на рост преступности. Но если позволено этим, почему мне нельзя? Вот простая логика. Но это, конечно, не единственное, что являлось питательной базой преступности, которая распространялась в экономической сфере. На самом деле и ситуация, которая сложилась на Северном Кавказе, и ситуация в экономике – это проявление другой, более серьезной болезни. Это разболтанность всего государственного механизма. Проблема, одна из самых главных проблем России на сегодняшний день заключается в том, что государство не может, до сих пор не могло эффективно выполнять одну из главных своих функций. Государство до сих пор не могло выполнять и гарантировать, точнее, выполнение тех правил и тех законов, которые принимались обществом, принимались парламентом, которые были востребованы жизнью. И вот эту нишу слабого государства заполняли криминальные силы. И именно слабостью государства пользовались преступники, работающие в сфере экономики, или пытающиеся работать в сфере экономики. Вот оценки того, что 40, 20, 35 процентов экономики является теневой и подчинено криминалу, они носят очень условный характер. Но ясно другое, что вот те элементы слабости государства, о которых я только что сказал, они являются очевидными. И это одна из тех проблем, одна из тех задач, которая стоит перед страной и которая должна быть устранена. И когда вы посмотрите на текущие экономические ситуации в целом, на то, что осталось последствия в прошлых режимах, периода застоя, когда вы лично осознали, что прежняя теоретическая система уже не работала? Это было как раз в начале 90-х, в конце 80-х годов, когда стало ясно, что тот уровень жизни, к которому стремится население, и те стандарты жизни, от которых не может отказаться политическое руководство в качестве одной из основных целей, что они недостижимы с помощью тех механизмов сил и средств, прежде всего в экономике, которые используются. Это первое. Второе. Абсолютная тревога возняла тогда, когда стало ясно, что даже самые современные достижения нашей фундаментальной и прикладной науки не могут быть реализованы на имеющейся у нас технологической базе. Ещё в большее уныние повергло сознание того, что эта технологическая база и не может быть развита в рамках той экономической системы, которая внедрялась все эти 70 лет на территорию России. Вот всё это в комплексе, это осознание где-то пришло, я думаю, что в середине или в конце 80-х годов. Наибольшую тревогу, самое печальное было то, что стало очевидным к этому времени, что так называемые экстенсивные пути развития, то есть пути развития экономики, путём увеличения энергии, вложения в наш общенациональный продукт, вложения в наш общенациональный продукт большего количества энергии, металла, людских ресурсов, материальных ресурсов вообще, наших природных богатств не даёт нужного эффекта. И больше того, Россия начинает проигрывать по существу в международном соревновании между ведущими странами мира. Вот всё это, конечно, не просто приводило к мысли о том, что такое положение терпимо дальше быть не может, но вызывало, повторю, чувство тревоги. КГБ оказалось впереди в любой части общества осознания этих продуктов. Мы обычно думаем, что это консервативно-рассованный аппарат, ну, в данном случае, они... Как мы проявили дальновидность? КГБ – это была большая организация, перед ней стояло много задач. Поэтому какая-то часть сотрудников КГБ, которая имела возможность ознакомиться с передовыми мыслями, с передовыми технологиями, имела большое количество контактов с Западом, те действительно думали, а может быть, даже и руководство КГБ, располагающее большим массивом информации, понимали серьёзность ситуации и наверняка были этим обеспокоены. Но в то же самое время нужно признать, что всё-таки основная, одна из основных задач КГБ заключалась в том, чтобы сохранить существующий режим. И, конечно, я думаю, что, во всяком случае, руководство КГБ было поставлено в довольно сложную ситуацию. С одной стороны, наверняка люди думали о том, что нужно сделать для того, чтобы сделать экономику более эффективной, а страну в целом более конкурентоспособной, а с другой стороны, искали пути сохранения прежнего режима. Это была сложная задача, которая привела к конфликтам, я думаю, в высшем руководстве, в том числе и на заре, и в ходе так называемой перестройки. Вы знаете, у нас есть свои герои, и они не театральные. Так что Джеймсом Бондом мне никогда не хотелось быть. А вот работать в органах безопасности мне действительно хотелось где-то... У меня возникло такое желание где-то в школе еще. Ну, как и у многих молодых людей, много разных возникает идей, и у меня была не только одна мечта. Я хотел в одно время быть летчиком, в другое время хотел быть моряком. На каком-то этапе возникло желание работать в органах безопасности, именно, действительно, именно во внешней разведке. Это правда. Что касается вашей работы во внешней разведке, вы работали по этой виду в органах. Был ли этот период у тебя в ваших предметах? Правда, это правда. В общем, да. Мне кажется, что вообще работа в информационной службе, а разведка это прежде всего информационная служба, всегда идет на пользу. Я не знаю, имели право об этом говорить, но думаю, что господин Генрих Кассинджер на меня не обидится. В одной из бесед с ним, когда я ему сказал о том, что я работал в разведке, он отреагировал мгновенно. Он сказал, да, все приличные люди начинали свою карьеру в разведке. Я тоже. Поэтому хочу подтвердить, что действительно работа в службе внешней разведки сыграла довольно позитивную роль. Уверен и в моем общем развитии, и с точки зрения получения каких-то навыков работы с людьми, и с информацией, и просто дисциплинировала в значительной степени. Все это пошло на пользу. И не только работа непосредственно в Германии, но и на территории бывшего Советского Союза в России. Но я должен сказать, что внешняя сторона этой деятельности, и вы упомянули про Бонда, она не очень привлекала. Привлекала прежде всего, ну, наверное, возникло все это на основе фильмов, литературы. А, вы знаете, в Советском Союзе прежде всего пропагандировались не внешние эффекты, а воспитывались чувства патриотизма, любви к Родине, к Отечеству. И все это довольно талантливо подавалось и в кинолентах, и в книгах, в журнальных статьях. Все это было сделано на высоком профессиональном уровне. Поэтому ничего удивительного нет, что это воздействовало соответствующим образом на формирование моих представлений о том, как нужно построить свою собственную жизнь. Еще один вопрос в отношении проспекта создания собственной жизни. Когда у вас впервые появилась идея о том, что вы могли бы действительно исполнять обязанности президента России? Вы говорили о том, что мы сейчас не будем делать, но мы не будем еще и так далее. Когда впервые у которых действительно могли бы стать исполняющим обязанности президента? Я думаю, что после того, когда президент Ельцин предложил мне стать исполняющим обязанности президента, до этого, учитывая довольно сложные процессы, которые происходят в стране в целом, в экономике страны, в политической сфере, в ситуации на Кавказе, я по-настоящему серьезно об этом просто не думал. Я думал над тем, что передо мной стоят совершенно прагматические, конкретные задачи сегодняшнего дня и на какую-то ближайшую перспективу, но для себя лично я не выстраивал таких амбициозных планов, как занять пост президента России. Ходит вот такая история, и о ней было написано со ссылкой на музык, что вы когда-то спасли жизнь своих двоих родных дочерей во время пожара. Не совсем так. У нас действительно загорелся дом, который мы строили пять лет. После того, как мы туда заселились, уже прожили там где-то полтора месяца, возник пожар. Он возник внизу, в подвале. Стало ясно, что справиться с пожаром будет тяжело. Совершенно неожиданно, очень быстро огонь распространялся. Я снизу крикнул, чтобы все выходили из дома. Моя младшая дочь, она послушалась мгновенно. Она даже не понимающая, что происходит, она сидела на кухне и ужинала. Она тут же все бросила и выбежала на улицу, не спрашивая, почему. Вот она послушная девочка, и это, как видим, не всегда вредно. А вот вторая дочь, она была наверху, она уже ложилась спать. И она не могла уже выйти из-за едкого дыма и из-за того, что огонь распространялся уже наверх. Мне пришлось взять ее и еще одну знакомую, которая у нас находилась в гостях вместе со своим мужем и тоже с дочерью, связать простыни и из балкона сначала спустить вниз дочь и нашу знакомую, а потом уже спуститься самому по этим связанным простыням. Это было серьезной опасностью, но я не хочу сказать, что был совершен какой-то особо героический поступок. Ничего особенного не потребовалось. А ваши дочери, которые, как известно, читают свои танцы, у них есть свои убийцы и настребления, не знают, чем они хотят? Я думаю, что это лучше спрашивать у них. Но, насколько мне известно, такие представления уже есть. Одна хочет быть экономистом, вторая хочет работать в области дизайна, что называется в некоторых странах Европы внутренним архитектором. Но это пока им 14-15 лет, нужно посмотреть, что будет через год, через два, через три. На мой взгляд, обсуждение этой темы публично, контрпродуктивно. Потому что человек, который говорит о Боге публично, не имеет его в сердце, мне так кажется. Вот дело даже не в моей семье, дело, на мой взгляд, в России в целом. У нас на каком-то периоде нашей истории были утрачены моральные ценности, в которые мы все верили. А исконно русские ценности, новые ценности не приобрели еще достойного места в сознании каждого нашего человека и общества в целом. Наша первейшая задача – восстановить доверие друг к другу. Граждане должны доверять власти, власть должна доверять гражданам и чувствовать, чего они хотят. Должна прямо и честно заявить о том, в каком положении мы находимся, на что мы можем рассчитывать и что мы получим в результате действий одним или другим образом. И предоставить гражданам выбор. Вот это и есть настоящая предвыборная борьба. Вот если мы будем действовать откровенно и предельно честно, то тогда можно будет сказать, что у нас есть Бог в сердце. Дорогие господины, господин Иванович, я вам расскажу, что у меня нет вопроса. Сейчас, когда вы откидываете в лед в Россию, я оценирую ее перспективы. И в основе с ее приближения к более свободным обществам, раньше, как у нас есть те вещи, которые вы говорили. Как бы вы сказали, как вы оценили сейчас на культуре, посредине культуры, ближе к цели, далеко от цели? Мне кажется, что Россия не только ясно сформулировала основные принципы, на которых она развивается, но и в значительной степени создала каркас этих ценностей. Важно только, чтобы сознание правильности выбранного пути было незыблемым у подавляющего большинства населения. И в этом смысле мы добьемся окончательной победы только тогда, когда каждый рядовой гражданин почувствует, что те ценности, которые мы предлагаем, ведут к позитивным изменениям в их повседневной жизни. Что они стали жить лучше, питаться лучше, что они чувствуют себя в безопасности и так далее. В этом смысле можно сказать, что мы еще далеки от цели. И думаю, что мы еще только в начале пути. Но у меня нет сомнений в том, что путь, который мы избираем, абсолютно верен. И наша задача заключается в том, чтобы идти по этому пути, делая нашу политику предельно открытой и понятной большинству наших сограждан. Пожалуйста, я хочу вас тоже поблагодарить. И чтобы поставить окончательную точку, хотел бы сказать следующее. Когда вы меня спросили о том, где мы находимся, на каком отрезке пути развития, как я себе это представляю, Вы знаете, у меня возникла мысль следующего характера. Вот очень важно, на мой взгляд, для любого человека, который занимается, либо пытается заниматься политикой, понимание того, где мы все находимся. Я думаю, что это очень важный вопрос для любого человека, который претендует на то, чтобы руководить, начиная от маленького коллектива, какого-то небольшого предприятия, либо фирмы, либо целым государством. В принципе, я родился в семье рабочих. Я закончил Ленинградский университет, а затем защитил диссертацию в области экономики. И всю жизнь общался с людьми, которых мы называем интеллигенцией. У меня очень много личных друзей среди деятелей искусства, образования, культуры. В то же время я около 20 лет был офицером. И представляю себе, чем живут военнослужащие, представляю их проблемы. Уже почти 10 лет, хотя и на региональном уровне вначале, и уже почти 4 года здесь, в Москве, занимаюсь политической деятельностью. И поэтому более-менее представляю, что думают и о чем мечтают люди, которые занимаются политикой. Все это дает мне основания полагать, что я тонко чувствую, во всяком случае мне так кажется, то, чем живет рядовой российский гражданин. И это дает возможность определить текущие потребности конкретного гражданина и определить ту точку, о которой вы спросили, на которой находится страна. А это дает возможность выбрать ориентиры. Мне бы очень хотелось, чтобы вот такое чувство сохранилось на будущее. Потому что утрата вот этого чувства контакта с рядовым гражданином своей страны может дорого стоить любому человеку, который занимается, либо претендует на то, чтобы заниматься политикой. И я вас тоже хочу поблагодарить за эту совместную работу. Спасибо большое. Это действительно моя личная фраза. Это соответствует действительности. Мы вообще должны стремиться, особенно в области экономики, к тому, чтобы руководствоваться принципами экономической свободы. К этому, к максимальной экономической свободе мы должны стремиться. Но при этом мы должны точно и ясно себе представлять, что государство, государственные инструменты, институты государства не только ставят перед собой задачу, но могут и будут исполнять те правила и те законы, которые востребованы обществом. Вот это крайне важно. Это одна из ключевых проблем сегодняшней с Россией. Спасибо.